Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событиях 7 мая. 7 мая 1934 года, через 18 веков после разгрома Иудейского царства и за 14 лет до провозглашения современного государства Израиль в дальневосточном крае РСФСР появилось новое территориальное образование, Еврейская автономная область, Яа. Под самый маленький субъект Федерации выделили земли площадью 36 тысяч КВ.КМ вокруг Биробиджана. До прибытия поселенцев в этих краях обитало не более 1200 человек. Зато к 1939 году население Биробиджана составляло уже почти 20 тысяч, среди них около полутора тысяч, энтузиасты из США, Канады, Южной Америки, Германии и даже Палестины. От прочих национальных автономий в составе России, а ранее и всего СССР, Еврейская АО отличается уникальной историей, она создана как национально-территориальное образование для переселенцев, отправившихся туда уже в годы советской власти, на территории, никогда ранее не бывшей местом компактного проживания этого народа. Евреи-переселенцы, прибывшие в Преамурье в 1920-1930 годы, и их потомки никогда не составляли большинство населения АО, а после масштабной репатриации в Израиль в 1970-1990 годы стали очень небольшим меньшинством. Ныне в Израиле живет более 15 тысяч репатриантов из еврейской автономной области, из них более 5 тысяч в городе Маалот, составляя около половины жителей города. Ежегодно в Израиле проводится всеизраильская встреча репатриантов из ЕАА. Однако название и статус автономной области, поддерживаемый неповторимым символически-культурным колоритом и исторической судьбой, сохраняется. Сейчас ЕАА с ее 160-тысячным населением является одним из самых малонаселенных субъектов Российской Федерации. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok